Ну и что ж, все внимание к игре. Я вспомнил, что тулики любят отличаться дизайном своей экипировки. Знаем, что первая команда играет дивизионами выше, но посмотрим за этой атакой. Опасный момент в ближний угол бил Корольков. Знаем, как он может самостоятельно протащить мяч, обвести оппонентов. Клана своего защитника, дальше вперед. Убежит здесь Агеев. Неужели первым будет действительно на мяче Александр? Так и есть. Очень опасная атака в штрафной Арсенала. Мяч, удар с дальней дистанции, а здесь не успевает. В начале трансляции отметил ты, что весьма непростой сейчас период у Арсенала. И, конечно, нужны им очки, и какой хороший, казалось, удар. Мы также крупно проигрывали этой команде на выезде, но зато дома взяли реванш. Подает штрафной команда из Тулы. Хорошая скидка. Здесь продолжается борьба и фиксирует орбитер фол. Фол со стороны защитника. Это значит, что пенальти будет в наши ворота. Неожиданная развязка эпизода, если честно. Павла Ковалева. Давайте смотреть. Но Николай Злобин развел красиво по углам голкипера и мяч. Здесь не опасно и будет вынуждает, если не ошибаться, то попросту выносить от греха подальше мяч салютовцев. Опасно, может быть, у ворот салюта, но здесь голкипер должен играть. Мяч потерял Ковалев. Скорее разрядить эту обстановку. Очень горячо сейчас было. Не то, что в штрафное, прям во Вратарской. Давайте повтор посмотрим, дорогие друзья. Вот здесь упустили абсолютно Николая Злобина. Дальше направо на подключение Большунова. Идет вперед наш правый защитник. Убирает под себя неплохо. И поворотом стрелял, по-моему, в салюта. Тулики. Длинная передача вверх. Может быть, это принесет результат. А неплохо ведь получилось. Пас пяткой. Алишевский забирает Пономаренко этот мяч без особого труда. Но здесь, может быть, сам своему счастью не поверил четвертый номер салюта. Что ж, закончился первый трендам. Первым минутам с мячом Набатов грузит его в сторону центральных нападающих. Здесь теряемый мяч. Может опасно получиться дальний удар в исполнении Зотов. Футболистов Арсенала, но по-прежнему. Посмотрите, дорогие друзья, мяч у них. И вот такая подача. Не самая высокая. Тем не менее, цепляется из Зотов. Это, по-моему, прошла передача. Удар. И разминулся мяч здесь с воротами. Малахов в первом тайме, как не в своей тарелке, был. Не знаю, согласен салюты с самого Сергея. Посмотрим, что шестой номер покажет в тайме втором. Заброс идет на левый фланг. Можно приложиться. Назад. И вот сейчас есть оперативный простор перед шестым номером салюта. Неплохо на замахе. Ушел от одного. Бить будет? Нет. Скидывает. А здесь уже удар. Пора наносить. Не казался, конечно, этот выстрел опасным. Не получился он, прямо скажем. Но, тем не менее, могут себе записать салютовцы. Конечно же, дудайте. Идет подача в штрафную. Серия рикошетов. И мог мяч даже в воротах оказаться, если бы не Михаил Пономаренко. Неплохая скидка Дюктива. Но прочитал эпизод «Калкипергостей». Вот здесь пошел защитник в дриблинг вблизи своей штрафной площадки. Наказывать нужно за такое, но... Лишевский бросает мяч вперед. Но вновь не получается зацепиться ни у Агеева, ни у Дюктива. Арсенал пытается свою атаку провести. И очень опасно. Здесь может получиться прострел в район 11-метровый. А здесь удар будет. Ложный замах. И уходит. В центре вот так вот он придумал подключение центрального защитника. Но терять мяч совершенно не нужно. И пошел в отрыв у нас Изотов. Будет первым он на мяче. Против него догоняет все-таки... Ух, эпизод. ...мастеров Изотова, да. Мобильная. Учитывая, что еще и с Корольковым зачастую Малахов флангами меняется. В атаке Арсенал. Вновь здесь Бреш на левом фланге. Будет ли там удар? Продолжается атака и вот сейчас. И минут 5-7. Активные. Еще хорошо выбросил. И здесь что? Пенальти показывает арбитр. В корпус сыграл 53-й номер Павел Хадеев. После того, как классно разыграли быстро аут салютовцы. 1-1. Мастерски развел галкипера и мяч по разным углам. Ну и заново начинается у нас игра. На поле. 38-й номер Илья Кулешин появился на поле. Только непонятно вместо кого он вышел. Ну да ладно, потом разберемся. Правым флангом атакует салют. Малахов уже в штрафной площадке. Рвется дальше. Идет подача на ближнюю штангу. И такая подача в удар вышла. Идет подача. Опасно могло получиться. Там совершенно один остался неперекрытый. Кто-то из нас не может радовать. Все-таки напомним у команды. Ужасная печальная серия из 4-х поражений к ряду. Агеев на правом фланге. Есть перед ним оперативный простор. Низом хотел стрелять в штрафную. Сохраняется мяч. Вот теперь верхом идет передача. И... Тула с мячом. Несогласованность защитников и голкипера приводит к сожалению. К счастью. Не заходит мяч в пустые ворота. Но вы видели, что это был за ужас. Крикуненко выключился из игры. И абсолютно не прочувствовал этот эпизод. Катастрофические какие-то действия действительно. Фиктивно Канищев вписался в игру. Все-таки не так часто мы его фамилию называем. Хотя было время чем-то запомниться, показать себя. Желмосных дальше вперед. Мяч у Агеева удар и гол! Вот это выстрел! Спонтанно как-то оказался игровой снаряд у Александра в Сутолоке. Ну или все-таки это даже не Агеев. Давайте разбираться, давайте смотреть, дорогие друзья. Канищева все поздравляют. Как раз ты говорил, что незаметен совершенно 17-й номер. И он как чертик из Добакерки вылетел на левом фланге. Арсенал пошел в штрафную салюта. Передача вверхом очень неплохо. 93 минуты позади. В атаке гости из Тулы. Белгородцы здесь выиграли мяч. Дегтев далеко вперед выбивает. И что же, все. Звучит финальный свисток, который ознаменовывает победу белгородского салюта над Тульским Арсеналом 2 со счетом 2-1. И посмотрите, как злобен, расстроен капитан Туляков. Вообще интересная картина. Ребята из Тулы повалились на газон, как будто бы они в финале чемпионата мира или какого-то клубного турнира Лиги чемпионов проиграли.